Кто-то умеет рисовать, кто-то умеет вышивать, кто-то умеет танцевать. А я умею. А тут такая тишина. Милан, это вяло. Я сейчас буду ругать тебя на камеру. Сейчас все фолловеры будут тебя ругать. Это вяло. Понимаешь? У меня был один хейтер. У него вообще на канале два подписчика. Ну, в районе 100 тысяч мне стоит коллаборация, вот именно в Инстаграм. Я самая богатая в жизни. Офигеть! Офигеть! Я просто не считаю, что мы зарабатываем на детях. Я считаю, что мы зарабатываем вместе с детьми. Это абсолютно не значит, что ваш ребенок, когда вырастет, не скажет вам, что вы загубили ему жизнь. Это фиаско, братан. Это мой бизнес-пупщик. Это мой бизнес-пупщик. А ведь это и вправду их бизнес. Ведь если сейчас посмотреть топ российского ютуба, ведь его рвут не Амиран, не Соболев, не Клэп. И даже не Игорь Рыбаков. Его рвут дети. Дети, которые еще даже не осознают, насколько они популярны. Милана – это первый уникальный ребенок, который зашел и стал популярным с оригинальным контентом. Наверное, одна из первых была создателем детских вайнов. Это у Лизы надо спросить, что случилось? У нее две четверки в четверти. Ну, ничего страшного, ну не тройки же. Наша старшая дочка увидела тренд на англоязычном ютубе. Это были челленджи. Сегодня мы поиграем в челлендж. Да-да, люблю челлендж. На нашем русскоязычном ютубе никого еще на тот момент не было. Я задумался о том, что и как дети делают на ютубе, когда меня пригласили на съемки клипок в Милане. Более того, мне популярно во время съемок объяснили, что это там в бизнесе я крутой. А здесь, дядя Игорь, ты, ну так, начинающий. И мы тебя еще всему научим. Теперь я очень кропотливый, усердный ученик. Так, друзья мои, сегодня происходит неожиданное, необычное действие. Я готов! Я пришел к Милане в офис и очень интересуюсь, ну как она захватила интернет весь, наглохо. Как в своем возрасте зарабатывать такие деньжищи? Я в ее возрасте под стол пешком ходил. Ну как, вот я прошу консультацию, и она мне сейчас дает эти консультации. Поехали! К вам посетитель! Это ты малявка? Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, эй, малявка, надоело слушать мне. Милана Витальевна. Милана Витальевна? Милана Витальевна, папа Виталик. А самое главное, это я, я Милана. Я пришла к вам сюда, вот я Милана. Забудьте про Мадонну, про Рианну, вот я. Понимаешь? Ну как это может быть? Я Милана. Ну и что ты, Милана? Иди домой, Милана. Милана, это первый уникальный ребенок, который зашел и стал популярным с оригинальным контентом. То есть все дети. Или это группы, ну там, ансамбли пели что-то и стало популярным. Или же это кавера известные, да. Тут неизвестная песня никому, оригинальная и вот так стреляет. Вот нам не верил никто, когда мы думали, что вот мы сейчас выставим и что-то произойдет. И это очень круто. Нам все говорили, да вы что, ни один ребенок никогда не был популярным, такого быть не может. Но папа у нас очень уверен и говорит, да я вам говорю, это будет взрыв. Так и произошло. Любимая Блинуля, это моя мамуля. О, когда я сюда не уже не слышал. Моя мамуля. Вот сейчас самая сложная часть. Когда включается камера, то ли у нее образ такой, для клипов же она у нас такая, с вызовом девочка. Вырастут большое и сильные, что вы скажете тогда? В школе очень скромная. Дома. Мам, ты вообще не ведешь меня в школе, ты даже не помнишь, как выглядит твой класс, как ты можешь говорить об этом. Я еще там не скромная. Я еще там рулю всем классом. Не теряйся, будь собой, будет очень жарко. Чуть-чуть поактивнее, ладно, все? Хорошо? Давай малявку. Нет, малявка не помнишь. Все, давай. Все, она очень шикарная. Да-да-да. Капризничает, это же тоже нужно понять, разобирать ситуацию. Может, устала, перегруз, там, что-то в школе кто-то так не так сказал. Так просто ж не капризничает. Не, просто так я капризничаю. Я сама не разрешаю, потому что ты застарявляешь делать. В общем, стараюсь разбираться, в чем суть. Милана первый раз появилась на канале «Россия» и очень успешно, где собрала около 20 миллионов просмотров «Витуми». Это канал «Россия» за всю историю, что-то он собирал. И поэтому мы подумали, почему бы нет такой внимания к ребенку. Да, да, да. Как только Милана садилась в машину, мы слушали все о Майкле Джексоне. И она даже в какой-то момент подумала, что вдруг он переселился в нее. Немножко ленивая, это даже 50-100 процентов. Блин, да, если бы Милусик не лентяйничал, мы бы, ого-го, с чего бы сделали. Оскара бы мне уже вручили. Оскар бы уже вручили, точно. Милана, ты вяло! Я сейчас буду ругать тебя на камеру. Сейчас все фолловеры будут тебя ругать. Ты вяло, понимаешь? Вяло, давай, соберись. Мы не похожи, где солнце, ты гроза. И все же, все же, все же мы не разлива, да. Один миллион триста тридцать одна тысяча четыреста шестнадцать подписчиков. Ой, четыреста семнадцать уже. Раскрою все карты. Мне не четырнадцать. Мне одиннадцать. Скоро двенадцать будет. Мы родители небогатые. Мы среднестатистическая семья. Папа у меня офицер в отставке, вот. Мама у меня юрист. Я не считаю то, что прям всего добилась сама. Мне в основном помогала мама. Мы с ней шли вместе. Что такое? Почему дневник пустой? То есть инстаграм у нас время есть. А заполнить дневник времени нет. Наверное, одна из первых была создателем детских вайнов. И вообще детей в этой сфере. Потому что вайны все-таки считалась как более взрослая сфера. С таким более взрослым юмором. Ну, я не считаю себя первооткрывателем. Я считаю себя одной из первых. Девчонки, может, поедим чего-нибудь. Кто-то умеет рисовать, кто-то умеет вышивать, кто-то умеет танцевать. А я умею. Тут такая тишина. Что ты умеешь? Ну, я умею снимать сториз. Снежок! Я бегу! Сторизы — это маленькие 15-секундные видео. Кто не знает, я просто постоянно их снимаю, потому что, ну, мне это нравится. Мне нравится вести маленькие репортажи. 15 секунд и снял, выложил. И таким способом создается динамика. Меня снова уносит и тоже уходишь в ответ. Я в первую очередь для себя ставлю школу. Я в основном оцениваю людей по их умственным способностям. То есть я считаю выше тех людей, кто может адекватнее размышлять. 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 К нам сегодня пришли! приехала съемочная группа снимают на один очень популярный youtube канал у них будет выпуск про гипер популярных детей для всех про всяких талантливых детей и в том числе о детях-блогерах вот приехали поснимать будет сегодня снимать меня и будет снимать девчонок у девчонок будет брать интервью оставлю ссылку чтобы зашли посмотрели у нашей алисы ей 6 лет у нее на данный момент больше 8 миллионов подписчиков по алиса 8 4 14 году мы очень быстро уехали из донецка по всем известным причинам мы прилетели в италию у нас вообще не было денег потому что до этого мы их удачно или неудачно инвестировали в свой собственный бизнес мы построили салон красоты и вложили туда все деньги и как только мы это сделали началось то что началось жизнь пришлось начинать с нуля мы снимали на телефон и это было я сейчас вспоминаю вот качество того контента который мы делали это прям ну это жесть мастер маникюра уровень бог распаковки делали просто покупали какие-то вещи и распаковывали только что привезли очередную посылку идите я вам еще покажу сколько их это все игрушки которых просто неимоверно сейчас начинается в детском ю тубе сезон надувашек это надувные горки вот это все надувные горки которые будут стоять у нас там на заднем дворе ребята сейчас мы будем вместе с вами играть в бассейн этого вы только посмотрите какое количество надувашек у нас первые хорошие просмотры у нас начались челленджей и мы начали делать все подряд у нас примерно через год-полтора после этого у нас было на каждом канале наверное по 100 120 челленджей на каждом канале очень много и они классно заходили у аудитории это получила там отклик классный эта комната николь и вот здесь она записывает свои летсплеи вот он переносной хромакей мы его ставим вот здесь и пишем здесь ее летсплеи причем летсплейный канал она делает абсолютно полностью сама примерно 9 месяцев мы потратили на первые 10 тысяч подписчиков это был но сложный достаточно период не было вообще понятно как как развивать канал и потому что мы были фактически одними из первых в тот момент когда мы стали популярными у нас появился такой снежный ком вал в письмах в соцсетях везде нас спрашивают постоянно что сделать как добиться какие инструменты использовать и так далее я сделал онлайн школу у нас сейчас уже больше 500 человек выучилась у нас есть просто феноменальные у ребят результаты в школе например одни ребята выстрелили за два месяца то есть у них уже был канал было там 600 подписчиков на канале за два месяца они вышли на 500 тысяч подписчиков 600 и сейчас уже больше полутора миллиона а ты можешь дать мне пару рекомендаций как развивать youtube канал развивать youtube канал очень просто подписывайся на многих других но ютуберов я думаю что они обратно на тебя подпишутся потому что они будут рады что у них будут будет еще один подписчик ну например а если не подпишутся что мне с ними сделать ну лучше ничего не делай а в худшем случае поставь им дизлайк так ребята вы поняли подписывайтесь на меня ставьте жмайся или лайк а лось жмякайте по колокольчику а если не подпишетесь на меня то получите дизлайк так получилось что творчество миланы очень полюбилась в ютюбе а так как ты создаешь канал это все монетизируется и причем я узнала об этом не сразу оказывается еще за это платят деньги поэтому не было цели изначально идти заработать просто так получилось что как бы вот ой и поощрение ну в общем сама цель была просто развиваться петь и получать удовольствие давайте я наверное открою секрет по поводу заработка всех ютуберов существует такой сайт social blade называется на нем есть показатели всех ютуберов и там три основных показателя это подписчики просмотры и деньги но по деньгам этот сайт очень сильно врет зачастую эта сумма равна двум суммам самого минимума то есть если возьмем минимум и умножим его на 2 вот это примерно сумма сколько зарабатывает канал напрямую с ютуба есть у нас коллеги сейчас по цеху с которыми мы общаемся которые вот делают примерно вот такую вот сумму от 500 до миллионов в месяц мы мы делаем немножко меньше немножко меньше первое время когда мы еще только начинали у нас был такой эксперимент творческий мы им платили за одно видео по одному евро и в какой-то момент николь сказала она говорит знаете возьмите деньги обратно потому что я честно говоря не понимаю что мне с ними делать вы мне покупаете все что мне хочется зачем мне деньги но они лежат и лежат алиса такая нет мое видели целый кошелек насобирала такой прям мне сам интересно сколько идет а у вот таки есть нет вот дашь и он она зарабатывает у нее есть свой счет открыт все денежки идут туда и никто никому не тратит Не, на самом деле, да, у Милана есть свой счет, где она зарабатывает деньги и копится-копится потихоньку. Мы с мамой вообще ведем бухгалтерию вместе. Даже не знаю, раскрывать все карты или не раскрывать все карты. Приоткрою. Ну, в районе 100 тысяч у меня стоит коллаборация, вот именно в Инстаграм. Какой был первый заработок у Милана? Сколько? Я знаю. Нормально. Не, давай, количество. Я знаю, сколько. Очень прилично, я сколько, наверное, заработала. Миллион? 100 тысяч? 2 миллиона? Хорошо. Все, что вы можете себе придумать, в принципе, для хорошей, комфортной жизни, вот это блогерство дает. Нам хватает, например, на этот дом. Дом, в котором мы сейчас живем, он стоит 10 тысяч евро в месяц. Я не знаю, что может быть, какая профессия может быть круче, прикольнее и иметь больше фана, чем блогерство. Представьте, вы веселитесь, вы отдыхаете, вы занимаетесь любимым делом, проводите время так, как вам хочется, и вам за это платят огромные деньги. Чего боятся родители, когда видят детей на ютубе? То, что дети поймают звезду, то, что дети начнут заниматься какой-то фигней, а не полезными делами. А чего на самом деле стоит бояться родителям? Ну, например, того, что ваш ребенок так и не познает вкус победы. Победы. Причем неважно, в каком деле победы. На Олимпиаде по физике. Первые 100 тысяч подписчиков на ютубе получить. Или еще где. Неважно. Но при этом очень важно подготовить вашего ребенка к поражениям. Например, что будет с ребенком, у которого сейчас большая популярность, а завтра она пропадет. Я ответа на этот вопрос не знаю. Мы занимаемся не для ютуба. Мы занимаемся, мы просто развиваемся. Как развиваются и все другие дети, которые поют, хотят танцевать. Еще миллион кружков, еще по загружении Миланы есть такие. Просто так получилось, что Милана в своем кругу популярная, известная стала. И нет такого, что у нас какой-то перегруз. Можно и больше. Милана, можно больше? Это как семейный бизнес. Ну, например, почему такой вопрос от хейтеров не звучит, например, в сторону спортсменов? Ведь дети начинают заниматься спортом с самого детства. Вы представьте, период времени от того, пока ребенок пришел в какую-то секцию, начал только заниматься, и до того момента, когда он начинает зарабатывать первые деньги на этом, да, или там вместе с родителями зарабатывает деньги. То есть проходит 10 лет. И это 10 лет тренировок и так далее. Но потом мы их просто воспринимаем как профессиональных спортсменов. Просто блогеры – это нечто новое. Ты можешь радовать других людей, как мне комментарии многие пишут, типа, вот, допустим, я болела, посмотрела твое видео, и мне сразу стало лучше. Вот это прям... Машины, мороженое, дома, кухни. Это все, в принципе, съемочный реквизит. Там вот домики тоже. И есть еще большая часть игрушек, которые мы просто прячем. Очень часто мне задают вопрос по поводу девчонок. Вот у них столько игрушек, не избалуете ли вы их? Зачем им столько? Смотрите, в какой-то момент, когда игрушек становится очень много, то на первое место выходит не материальные какие-то вещи, там, какая-то пластиковая игрушка, да, а становятся более ценные другие вещи. Например, отношения, любовь, свое мироощущение. И из-за того, что девчонки уже насытились игрушками, они начинают в жизни ценить совершенно другие вещи. И то же самое касается гаджетов. Когда дети в раннем возрасте получают крутые гаджеты, им это дает огромную фору. Но при этом у них нет такого ощущения, что за гаджет нужно труситься. Это для них определенный функционал. Функционал, через который они могут получать информацию и эмоции. Действительно, сегодня очень многие родители выключают интернет. Изолируют своего ребенка от других детей. Но это абсолютно не значит, что ваш ребенок, когда вырастет, не скажет вам, что вы загубили ему жизнь. Абсолютно не значит. Поэтому приучайте и детей ваших к труду, к созидательному труду. И тренируйте в ваших детях навык задействовать свою волю, включать свое мышление. В основном аудитория у Ютуба, Инстаграма – это дети. И детям нравится смотреть на таких же детей, узнавать себя. Дети потребляют огромное количество контента. Мои смотрят планшеты, телефоны целыми днями. И они через контент обучаются. Причем обучаются очень быстро. И их кругозор растет неимоверно. То есть они узнают мир таким образом. Милусику она спела, сняла клип. Она не отслеживает. Она еще маленькая, наверное. Она не сидит там еще, пока не фильтрует кто там, что там, куда. У нее пока свой детский мир такой. Но лицо такое не делает. Ты напугаешь всех своих фолловеров. Давай. Ну, подписчиков своих фанатов. Молодежь говорит, а мы не хотим конкурировать. Мы хотим коллаборироваться. Мы хотим делать что-то вместе. Создавать командные проекты. Брать себе в партнерство людей. И вместе командой создавать большие результаты. И это, например, нам очень нравится с точки зрения детского Ютуба. Детские блогеры тоже сейчас объединяются. И мы прямо от этого сильно кайфуем. На самом деле, взрослым, мне кажется, тоже интересно наблюдать за детьми. Потому что это помогает им, во-первых, оставаться в тренде. Потому что дети не всегда в тренде. Типа, первые узнают. А во-вторых, мне кажется, взрослым интересно наблюдать за современным поколением. Что, как мы делаем, как живем, как веселимся. Как радуемся, что нас развлекает. Какие у нас бывают жизненные ситуации. Какие проблемы. Вот, кстати, об этом и весь мой инстаграм. Ютуб – это не только сама съемка. Это еще подготовительный процесс. Потом постпродакшн большой. Но для девчонок это прикольный фан. Основная наша съемочная студия. Но, как видите, это можно сделать, в принципе, в любой квартире, в любом доме. Если челленджи, то это может занять 3 или 4 часа. А Алиса, ну, видите, это смотря на Алису настроение, чаще всего. Чаще всего она занимает очень долго, тоже как-то 3-4 часа. Когда по 12 часов в сутки? Когда у тебя такое было? Вот что ты наговариваешь? Меня сейчас это... Заберут ребенка, скажут, издевайтесь и... Ну, зачем ты наговариваешь? Ну, нравится сниматься, но только не по 10 часов. Было только один раз недавно. Ну, один раз было, вот. Пока репетируем. А мне надо учиться. Ну, мне надо учиться. Психуешь и уходишь в ту сторону. Вот так, да. Пап, уходишь там. Ты на нее глядываешься и обратно. И дальше. Да, молодец, все. Наверное, Вайн один мы снимаем где-то час-полтора. По-хорошему 45 минут. Вот, потом какие-то клипы. На самом деле клипы по-разному. Меня там приглашают. Могут снимать долго, могут снимать быстро. У меня также могут быть маленькие куски, большие куски. Там маленькая роль, большая роль. Вот, ну и что? Собственно, все. Фильмы еще. Я в фильмах снимаюсь. Там, на самом деле, вот я в последний раз давно снималась. Там мы, наверное, проводили по 10-19 часов на солнечной площадке. Вот, но не переживайте. Это не так ужасно, как звучит. Там перерывы есть, еда, теплые вагончики, в которых можно посидеть, купиться в пледик с чайком, почилить. Ну, чил, отдых. Мотор. Милана, у меня завтра важные контроли, мне надо сосредоточиться. А мне надо репетировать. А мне надо учиться. Стоп, хорошо. Вот, тебе шоколадку дают после этого. Еще, чтобы я снимала видео, мне мама готовит блинчики. Я не считаю себя круче кого-то другого. Я... Бывают моменты просто, когда я веду себя очень странно. Я человек со своеобразным характером. Вот. И мне безумно сложно мириться с тем, что мой своеобразный характер некоторые принимают за звездную болезнь. Я надеюсь, что не буду никогда ей болеть. И никогда ей не болело. Вот, я знаю точно. Но... Есть такой риск. Потому что, когда все тебя ожидают какого-то странного поведения именно от того, что ты зазнался, ну, такое может произойти. Так что не ожидайте от меня этого, если вы не хотите, чтобы я зазналась. Звездная болезнь, мне кажется, это больше вопрос воспитания все-таки. Может быть, любви к детям. Ну, как-то так. Если адекватно взаимодействовать с детьми, если их любить просто, там не будет никакой звездности. У Милана просто круг общения из детей под рук. Они все достаточно мощные девчонки. И у них уже стирается эта грань на данный момент, что вот кто-то круче кого-то. Они все, каждая в своем, уникальны. И поэтому, может быть, я надеюсь... Ну, конечно же, может быть и произойти такое. Но пока она растет в такой равноправии, где все классные, крутые. Поэтому пока не знаю. Очень сложно жить с претензией и объяснением всем моим действиям, что типа... Ой, звезда, блогер! Это, на самом деле, иногда бывает очень сложно, потому что любому моему действию могут дать объяснение, могут я так делаю. Чисто из-за того, что я там зазналась, то, что я блогер, популярная, я считаю себя круче других. И это, на самом деле, очень неприятно. Вот там девочки, вроде бы первоклашки, в то время они гуляют, когда мы выходим из школы. И вот... Получается так. Они меня узнают, за мной гоняются. Я такая... Я Маша! Я Маша! Я не знаю никакой Милана! Я Маша! И все! Вот, как будто все за тобой бегают, и пристают. Это как-то не очень, но все равно приятно, что за тобой все бегают и пристают. Ну, подходят и говорят, селфи давай сделаем, а я ухожу. А почему? Потому что я боюсь. Детей? Нет. То есть, подходит много детей сразу. Они все чего-то хотят. Она этого пугается, да? Она не поймет, что ей с этим делать. И в какой-то момент у нее возник просто страх по этому поводу. Так я еще в школе боялась сказать моему любимому мальчику. Я хотела ему сказать, что я тебе... Ну, хочу с тобой поймать. Ты мне сказала, да? Я сказала. У меня узнали где-то, может быть, через месяц. Потому что мы смотрели видео. У нас была география или что-то такое. Мы смотрели видео, и девочка такая, посмотрите, сколько у него много подписчиков. Типа у него было где-то 100 тысяч, по-моему, что-то такое. Так вот я такая. У меня отземлены подписчиков. И у меня сразу такой шок, и она девочка такая. Вот так. Да, я веду соцсети. Есть, конечно, и очень много положительных, ну и бывают такие. Причем эта публика повзрослее не миланин. Не миланинная аудитория, а такие какие-то... Хейтер. Да. Молодежь такая подростковая. И вот у них там вообще цензуры нет. У меня был один хейтер. У него вообще на канале два подписчика. А вот... Поэтому он... Он мне вообще там матерные слова писал, но я к этому стремлюсь. Но не важно. Я его просто забанил. В основном мне важно мнение моей аудитории, но при этом я считаю то, что если кому-то что-то не нравится, я не против того, чтобы человек как-то убивал свои нервы, убивал себя, ненавистью поедающую его изнутри. И поэтому всем, кому я не нравлюсь, я рекомендую просто забыть меня как страшный сон, больше не беспокоиться по этому поводу. Ну, что это вредно для них же самих. Ты дура. Что же, когда человек имеет право на свое мнение, но хочу сказать то, что... Хочу сказать то, что... Если вам не нравится, то я не хочу портить настроение или нервы. Поэтому я рекомендую просто выйти. И всегда будут люди, которым будет что-то не нравиться. По какой-то иной причине. Я считаю это правильным. Я за конструктивную критику, потому что она мне помогает. От нее я стараюсь отталкиваться. И благодаря ней я вообще могу что-то творить. Если ребенок сейчас попадает в струю, он понимает, как это все работает, то в будущем он будет гиперуспешным. Потому что он будет в этом себя чувствовать, как рыба в воде. Знаешь, что это динормальный мент? Знаешь, что такое флоу, что такое лось? Или мы здесь сидим, что с вами бро? Что такое эфкерия челлендж? И за шквар? Или помнишь, как Оксин на барте проиграл? Вообще, у меня есть два варианта, на кого пойти учиться. Это или на факультет журналистики, или на юридический. Пойти по стопам мамы. Честно, мне пока очень сложно об этом думать, потому что на самом деле я бы хотела работать в суде, потому что мне нравится разрешать какие-то конфликты. И мне нравится вообще все такое криминальное, фантастическое. Я хочу быть учителем. Это скорее всего на 50% блогерам, а 50% нет. Певец. Либо певцом, либо блогером. Ну, что-то провокал скорее всего. Геймером. Это новое какое-то у них виток. Все играют в компьютерные игры. Мы понимаем, что мы можем формировать позитив в мире. Отсутствие войн, отсутствие преступности, взаимодействия, помощь между детьми. Ведь эти же дети, они же вырастут. И они будут фактически новым поколением, которое в какой-то момент скажет, а мы не хотим воевать, а мы не хотим идти в армию. Все, хватит. Надоело. Больше этого не будет в нашем мире. У нас в семье пока один явный блогер. Это я. А остальные пока присматриваются. Но что-то мне подсказывает, что очень скоро у нас появится еще один блогер. Поэтому я вам обязательно расскажу на своем канале, когда это случится. Да вы и сами, пожалуй, заметите это. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лойсы, жмакайте колокол. Это фиаско, братан. Ставьте лойсы, жмакайте колокольчик и любой филор нормальный. Помните об этом.